Шимшин, пожалуйста, разберись с безумным беспилотником в тире. Хочешь, чтоб я за тобой побегал, да? Шимшин, ты вернулся. Как тебе мой тир? А, Ингеле, отлично. Ты у нас молодцом. Гер Бласковиц, ваша леди Аня приходила сюда искать вас. О, точно, точно, да. Аня нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Она сейчас в комнате Кэролайн. Слышали группу Дикефа, Герзет? Что-что, Мэйдели? Группа Дикефа, вы слышали их музыку? Музыка? Музыка. Хочешь мне голову взорвать? Разве это музыка, Мэйдели? Они хорошо поют. Да-да, поют. Он-то не симпатичный? О, ну, конечно. Это же неплохо, да? Нет-нет, неплохо. Мне нравится Йохан. Такой загадочный. Да, очень загадочный. О, романтика, помню. Да-да, помню. Смутно. Но это фантазия. Мама ненавидит фантазии. Она уже выбрала для меня жениха, сына, начальника берлинской тайной полиции. Чудесно, чудесно. Я про него ничего не знаю, кроме того, что он вечно потеет, играет в гольф и воняет лобком. Ненавижу лук. Да, но ты ведь сбежала от своей матери, так? Да, можешь пуститься во все любовные авантюры сразу. М? Дерзай. Я? Наверное, вы правы. Мэйдерри, будь добра. Не надо. С утра до вечера горло дерешь. Монт, монт, я-я-я, Вернят, визинт, антон, декос, и фошьа. Монт, монт, я-я-я, Вернят, визинт, антон, декос, и фошьа. Боже мой, боже мой. Иншу, логови, хэр! Хм, каково заёж. У Уильям. Здесь до сих пор её запах. Я нашла заметки Кэролайн по ячейке сопротивлению Нью-Йорке. Я знаю их точный адрес. Скажешь про это Фергюсу? Он уже встал на ноги после операции. Я попросила его принести мне нитроглицерин со склада боеприпасов. Но он до сих пор не вернулся. Отходи на склад боеприпасов рядом с Тиром и найди его. Можно собраться и придумать дальнейшие действия. Скоро прибудем в Нью-Йорк. Как сказать ей, что я скоро отправлюсь к тебе, Кэролайн? Зачем ей смотреть, как я угасаю? Может, она уже знает, но не подаёт вид. Ты как, Фергюс? Как твоя рука? Прошу. Прошу, помоги мне. Что это у тебя с лицом? Она хочет убить меня, Бласко. Вот что. Представь, ты мирно спишь, а потом вдруг резко просыпаешься от того, что твой протез ярох надолбит тебя прямо в глаз. Пришлось отключить. Как же так? А с это что? Понёс что-то, прокривую познание и всё такое прочее, что я должен научиться ей доверять. Ой, не знаю. Прикинь, я с ней, если честно, в сортир ходить боюсь. Может, она как бойцовская собака. Дашь слабину, она бросится. Ты это, покажи, кто из вас хозяин. Ну да, да. Ты просто постой здесь и мешайся, если вдруг поймёшь, что я вот-вот умру. Вот. Вот так. Давай-ка. Вот умничка. Хорошая, хорошая девочка. Ах, ты! Вот моя! Модлая сука! Перестань! Успокойся! Всё! Хорошая девочка! Хорошая! Хорошая! Хорошая девочка! Ты... Э... Ты там в норме, командир? Всё под контролем. Всё под контролем. Полный порядок. Ладно. Жду в штабе. Я изучила заметки Кэролайн. Нью-Йоркские бойцы сопротивления прячутся на верхних этажах стейт-билдинг. Сэд, видимо, на такой высоте радиация на терпимом уровне? Да, так точно. Однако, просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолёты собьют. А можно выйти с ними на связи и сообщить, что прилетим на вертолётах? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но не нашла. Проклятье. Значит, дойдём туда пешком и поднимемся. Познакомимся сразу лично, как положено. Пешком? Там ведь весь город загрязнён радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды мы получим там смертельную дозу. Да, да, Аня, да. Но вот эта броня, она защищает от любого излучения. Справишься, Блазка? Или ты нынче совсем ни на что не годен? Хоть посмотрю большое яблоко. Лады. Бомбата, высадишь его? Не вопрос, подполковник. Могу я вам помочь? Я не знаю, а чем? Пять градусов. По левому борту он прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю. Я из Техаса. Господи, Боже. Мужчины, женщины, дети. Крики уже стихли. Но я все равно слышу. Эй, Блазка! Надо пробраться через разрушенный город к стейтбилдинг. Чем скорее, тем лучше. Конец связи. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... ...в получил. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Придумай, как подняться на вершину State Building и свяжись с бойцами сопротивления. Ищи лифты, лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Твой голос, Аня. Вечное блаженство. Блаженство. Какого хера пришел, Беложопый. Спокойно. Я твою мать, а тебе взорвать, а я, твою мать не нацист. А ну поставь супер-чудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди, если по горлу это херня, мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Круг Райзау. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чеку. Черт! Ложись! Расслабься. Это муляж. О, у этой сучки черный юмор. Чувак, так и будешь на мне лежать. Чили тебе подойдет? Папин рецепт. У нас, правда, нет ложек. Спасибо. Осетка из курятника вам тут зачем? Из курятника? Это моя клетка Фарадея. Сечешь? Чтобы нацисты и пришельцы не смогли найти нас. Меня чуть не убил, Умильям, мать его, бласковец. Черт! Умильям, мать его, бласковец. Черт! Умильям! Не против? Ты что, была при взрыве? Угу, была. Я выжила и почти не пострадала, потому что была под землей. Вышла, а там реальный ад, поданте. Понимаешь, о чем я? Я помню искалеченных людей, блуждавших в дыму. Помню эхо криков на разбомбленных улицах, как вой призраков. Я помню мать с сыном. Мальчик вслепую шарахался в этом хаосе с вытянутыми руками. И, конечно, звал маму. Но тепловая волна от бомбы расплавила кожу на его руках. И она сползала, как рубашка, которая сильно велика. Тут я увидела его мать. Она пыталась к нему ползти. А у самой уже, ниже пояса, ничего нет. Просто нет. Вот о чем думать о такой момент? Понимаешь, ты теряешь самое дорогое. О чем бы ты подумал в такой момент, а? У тебя... Черт. Теперь след останется. Они просто звери. Не звери. Люди. Я тебе соболезную, мистер Бласковец. Я мало с Карлайн общалась, но она была крутой теткой. С остальными яйцами. Яйцами. Вот почему, как зайдет речь о чьей-то крутизне, люди сразу вспоминают про яйца. Они же маленькие и хрупкие. Висят себе там обернутые теплым нежным слоем сморщенной кожицы. Слоем сморщенной кожицы. Фу. Да уж, загадка. Да, зато они производят очень чудесный нектар. Да. У меня у самого скоро будет двойня. Милый мальчик. Девочка. О, прости. Да что тут такого? Ты что чудила? Враги. Их много. Уже на лестнице. Целая армия. Суки, нашли нас. Давай пока мне. Ну что, есть план спасения, мистер Бласковец? Аня, нам срочно нужна эвакуация. Поняла, Уильям. Отправляю ХАЗ-1 и ХАЗ-2 для срочной эвакуации. Ясно. Веди всех своих на крышу. Я задержу насыста. Братья и сестры, слушайте. Скорей поднимайтесь на крышу. Мы эвакуируемся. Берите все, что сможете унести. Давайте, бегом. Вперед, вперед. Собирайтесь. Справишься? Сделай так, чтобы люди спаслись. Ну что, идите сюда. Беложопые свиньи фашистские. Так, все, кто был на крыше, мы забрали. Прыгай, Бласков. Карлай, смотри. Ну, кто у нас крышка Дзета? Ты у нас Дзета, Эмми. Ну, это ты. Такой крохотный Грейс. Крохотный Грейс. Надо все изменить, Грейс. Вернуть американскому народу боевой дух. Начать революцию. Черт. Мы деремся каждый гребаный день, Бласковец. Но Белая Америка плюнула на все и сдалась. Я так думаю, они устали сражаться. Нет, теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. Ерунда. Они хотят выгнать нацистов, как и мы с тобой. Нужно лишь подать им пример. Знаешь, кто стал главным на юге, когда пришли нацисты? Ку-Клукс. Мать его, клан. Я права? Точно. И что ты будешь делать? Пойдешь туда с ними ручкаться? Наводить мосты с кланом? Убеждать их сражаться за нас? Думай башкой, а не жопой, Бласковец. Плевать на предателей. Важен простой народ. У меня сила на исходе. Я не знаю, сколько мне еще жить. Я даже встать без помощи уже не могу. Бывает хуже. Может, ты и права. Может, американцы, правда, приспособились к тирании. И когда я откину копыта, власть так и останется у нацистов. Грейс всегда права, брат. Я это по себе знаю. Не знаю. Но знаю вот что. Кто хочет отнять у нас свободу, играет с огнем. И я хочу подлить в это пламя бензина. Люди должны понять, что хватит уже терпеть. И я очень хочу им в этом помочь. Пока еще жив. Вот теперь ты говоришь дело, Бласковец. Хочешь, чтобы нацисты обосрались? Ударить их так, чтобы все видели? Хочешь устроить настоящий кавардак? Тогда ты пришел по адресу. Если у тебя еще остались силы, чтобы мочить нацистов, знаешь что? У меня есть план, который всколыхнет всю страну. О, черт! Значит, что я вернусь домой в Розвуд? Стопудом! А на это кто скажешь, Медрик? Вот теперь ты точно попался, мой маленький Гойлем. Так, так, это здесь вы принимаете решение? Нам нужно место для ночевки. Здесь вроде пусто. Суперчудила! Эй, англичанин! Моим людям нужен новый дом. С розетками, радиорубкой и тубзиком. Понял? Пожалуйста. Чего? Пожалуйста. Когда просят, говорят пожалуйста. И нихера я не англичанин. Так, ты хочешь посраться, Мудила, или делом займешься? Меня и так, и так устроит. Ох, извини. Она меня не слушается. Рад помочь. Ну что, босс? Дрыхнуть будем тут. Ну, держи, сестренка. Итак. Слушайте, братья и сестры. Этот обидчивый англичанин покажет вам, где будем работать. Потом пусть каждый найдет себе койку. Познакомьтесь с народом. Никого не обижать. Но и обид не прощать. Охереть. Слышали, леди? Все за мной. У вас есть ядерное оружие? Да, есть. Внизу в отсеке F находится склад ядерных боеголовок. Нам понадобится одна из них. Но мы опечатали вход в отсек F. После атаки его затопило. Ласковец, ты плавать умеешь? Ну, а че, неплохо. А что это за херня? Я спросил, что это за херня? Неужели это толчок? Работающий толчок, и его можно потрогать? Да, этот туалет справится с чем угодно. Кал, моча, ротные массы, любой каприз. А сральный лент? Если ты про туалетную бумагу, то да, да, да. Нам, конечно, приходится экономить, но сральная лента там есть. О, боже, о, боже. О, небесная благодать, работающий, смывающий сортир. Я уж думал, не доживу. Это просто... Я посижу тут минутку. Удачи. А это что? Не засори! Думаешь, самый пломанный, да? Вот тебе. Капитан Бласковец. Я беру с тебя пример, капитан. Я никогда не сдамся. Капитан Бласковец. Капитан Бласковец. Шах. Нет. 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 Опять ты, глупый болец. Здравствуйте, Гер Бласковец. Аня выделила мне терминал, сказала, чтобы от меня был хоть какой-то прок. Но он сломался во время атаки. Гер Бомбата сказал, что починит его. Он очень любезен, я? Привет, здоровяк. А я тут разбираюсь, почему старушка не фурычит. Не просто, но я пойму. Починю, и тогда она у меня включится. О, я видела новых людей из Манхэттена. Не знала, что кто-то выжил после удара. Мама говорила, что никто не выжил. Надеюсь, ваш отряд примет меня, Гер Бласковец. Обещаю, я вас не подведу. Голодная подруга. Как дела, капитан Бласковец? Грейс, прием. Иду ловить ядерную боеголовку. Ясно. Держи меня в курсе. Твой костюм. Тепло и сыро внутри. От этого нестерпимый зуд. Как ты терпел его так спокойно? Он так плотно сидит, что я едва дышу. Но внутри, Кэр Лайн, ты оставила пустоту, которую мне не заполнить. Твой костюм и наша борьба, они держат меня на ногах. И Аня. Ее голос. Красота. В них моя сила. Бласковец, хочу тебя предупредить. Если верить инженерной карте, склад ядерных боеголовок оборудован защитной системой. Я насчитала рядом с ним три, четыре, пять саркофагов для анабиоза. Будь готов ко всему. Конец связи. Ни хрена не видно. Здесь явно нужен свет. Логично. Логично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты меня слышишь, я тут пришел к выводу, что бы ни случилось. Она не узнает, что будет растить наших валюток одна. Это моя ножка, а не ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грейс, слышишь, я нашел боеголовку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс. Отнеси старику, как там его, сету. Тихо, Шимшин. Это не цацка. Ты как? Дай-ка взглянуть. Ты бледноват. Скажи, тебя не тошнит? Может быть, тебя знобит? Порядок. Отлично все. Точно все отлично? Ладно, я займусь этим, а ты иди спать. В гробу отосплюсь. Тогда будь добр, перед смертью загляни в Грейс. Она в штабе в бывшей комнате Кэролайн. О, Шимшин. Тебе не стоит так напрягаться, Ингелет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова